Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас прямо тема такая горячая, которая прямо в центре внимания. И пригласили мы поговорить на эту тему с действующим врачом и иммунологом Лаурисом Лицитисом. Доброе утро. Доброе утро, Лаурис. И для начала, наверное, чтобы объяснить, может быть, радиослушателям, чем занимается сегодня иммунология, кроме борьбы с ковидом, я хотела бы попросить вас рассказать о том, как вы пришли к этой профессии, кто ваши пациенты, с какими бедами, с какими болями они к вам приходят. Потому что, ну, наверное, иммунология, ну, с моей точки зрения, это одна из таких самых тонких дисциплин, которые требуют оценивать состояние человека в целом, а не только его какие-то отдельные органы, которые могут проявлять, ну, некоторое беспокойство, беспокоить своего обладателя, или же проявлять какую-то боль, или недомогание, и так далее, и так далее. Вот как вы пришли к профессии, и на каком уровне сейчас иммунология в Латвии находится? Ну, к профессии пришел спокойно, как говорится, шаг за шагом, начиная свою работу в первой лаборатории в Латвии, которая открылась по СПИДу, и постепенно, начиная интересоваться о разных вещах, связанных с иммунологией, вот и дошел до иммунологии. То есть, один из, фактически первый, который закончил клиническую ординатуру тогда в Москве и Финляндии, именно по иммунологии, поэтому сейчас я являюсь клиническим иммунологом. Работаю практически, и, конечно, ну, участвовал при создании, например, такого центра, как Центр рассеянного склероза в Латвии, да, когда-то. Был генеральным секретарем Балтийского общества иммунологии первый, ну и так далее. С чем к вам приходит? Ну, вот рассеянный склероз, это вообще вы назвали такую болезнь, которая просто… Все, что связано с здоровьем, абсолютно все. Кроме, даже люди, страдающие депрессией, могут быть моими клиентами, оказывается. К сожалению, вот вы в одной и говорили, что иммунология – это одна из дисциплин, которая смотрит на пациента, на своего клиента широко, обобщая данные. Но я хочу поправить вас немножко, это профессия врач, который должен смотреть все, обобщать и делать правильные выводы. И когда-то я тут был у вас первый раз на Балткоме, это было лет 5-6 назад. Что-то мы там говорили на счет семейных врачей, и я тогда упомянул цифру 80%. Я считаю, что семейных врачей не работает в соответствии своим призваниям, предназначениям. К сожалению, прошло 6 лет, и эту цифру я могу еще увеличить, к сожалению. То есть это и показывает практика работы с ковидниками, когда врач начинает и заканчивает свое лечение словами «У вас ковид, ни в коем случае ко мне не приходите, берите там таблетки, да, и все лечение происходит практически только по телефону». И хорошо, если еще, кроме парацетамола, что-то еще назначается. А есть, конечно, коллеги, которые работают добросовестно и качественно. К сожалению, это данные ситуации. За 30 лет у нас в медицине ничего хорошего не произошло, такого радикального. Ну подождите, когда идут споры по поводу современной медицины и всех инструментов, которыми она располагает, обычно говорят, что медицина так шагнула вперед, сейчас мы можем просветить человека и насквозь, и сбоку, и откуда угодно. Конечно, это мы можем, но кому-то надо и понять, что мы там просветили и что мы там получили. Кому-то надо еще и понимать, что и чем светить. Вот в общем вопрос. Сейчас мы стоим там же, где мы, где стояли наши коллеги за границей 30 лет назад, когда там пошла мода писать всякие, значит, передописания, как лечить, то есть по протоколам. Да. У нас сейчас тоже мы лечим пациента по протоколу, а не по сущности, к сожалению. Ну слушайте, протоколы стали всеобщим поветрием. Ну, поветрием стало и ковид, всеобщим поветрием, поносом, в общем-то, если по-другому выражаться. Хорошо. Давайте все-таки вернемся к лечить протоколам или сущностью. Вот по вашей практике, ну, к вам люди приходят как к последнему врачу, у которого они уже, разуверившись, найти кого-то другого находят. Ну, есть разные ситуации, я занимаюсь все-таки очень серьезными случаями в основном. И ковид – это не самый интересный, кстати, в практике случай, потому что если о ковиде говорить, тогда ковид лечится очень просто, довольно. И без всяких там серьезных осложнений просто надо начинать лечить его вовремя и правильно, что мы не делаем в основном. То есть, как бы, система есть, но протоколы, которые бы… Малые совсем другие, и, к сожалению, если так образно говоря, могу говорить, что, к сожалению, я представляю ту профессию, которая, наверное, погубила очень много людей. Это ковидники, которых просто вначале лечили абсолютно неправильно. Но в этом нельзя упрекать моих коллег, потому что просто мы не знали, как это делать сначала, к сожалению. И больше мы входили в такое состояние паническое. И хватались за все, что можно? Да, все можно. И, к сожалению, не захватили то, что у нас было в Латвии тогда. У нас уже существовал прекрасный препарат, который мы сейчас можем сразу говорить, что он есть и работает, потому что он уже в течение полтора года проверенный на ковидников. И давнейший препарат. Что это за препарат? Это препарат Ларифан. Он был выработан еще, создан, значит, в 1974 году. Считался как стратегическим медицинским препаратом. То есть его включили в список стратегических препаратов медицинских, который был предназначен для борьбы с биологическими оружиями. Ух ты! Да, при применении биологических оружиями, в том числе и вирусных. И оказалось, что этот препарат великолепно работает и с ковидом. Не только с ковидом, но с разными вирусными заболеваниями. Да, это уже отдельная, может быть, тема. Но, в общем говоря, у нас есть, если мы так будем честно смотреть в глаза своим оппонентам, то, когда у нас есть и альтернатива вакцинам, которые могут также эффективно и эффективнее. Я могу совершенно ответственно это заявить. В некоторых случаях эффективнее работать, чем прививка. Он не является токсическим препаратом. Он дешевый препарат. Довольно легко его применять. И себя он уже показывает вот с 1974 года. При разных вирусных инфекциях. Слушайте, Лаурис, ну вот насколько я знаю медицину, как обыватель, да, я обычно слышу, что лекарств для борьбы с вирусами не существует. Это надо просто перележать, перепить чайку там и так далее. Это глупость. Оказывается, он очень хорошо и действует на ковид. Как ни странно. А мне кажется, Владимир Зеленко это лекарство применял. Нью-Йоркский врач. У него есть разработанные эти протоколы. И я не работал, но есть люди, которые применяли его при лечении, при ковида и говорят, что за 2-3 дня, ну до 5 дней и проблема решена. Но тут надо иметь в виду то, что все-таки, ну так называемый ковид, он может протекать по-разному у разных людей, никого одинакового нет. И поэтому очень важно, какое у пациента или у больного есть основное заболевание, которое потом накрывается этим ковидом. Так что, если у пациента уже есть какая-то передрасположенность к повышенному образованию, риск повышенного образования тромбоза, да, тогда, конечно, и, к сожалению, ковид может это заболевание простимулировать, то есть эту кондицию простимулировать и могут усиленно образоваться и травмы. Ну это, например, да. Давайте мы напомним нашим радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете звонить в студию 672-12-93-9, 672-13-93-9, задавать вопросы Лаурису Лицетису, ну по поводу ковида, по поводу иммунологических заболеваний, по поводу вакцинации, других вопросов, которые, может быть, вас сейчас волнуют, вы не знаете, как их решить. Ну, и так мы можем зафиксировать, что за полтора года практики выработаны некие эффективные способы лечения чумы, как её называют, 21 века. Вот и этот препарат был как раз и против чумы тоже создавался, потому что он проявлял… И вермиктин вы имеете в виду? Нет, ларифан. Ларифан. А каково его действие, каков механизм? Это препарат, он, значит, получается из частиц РНК, молекул растительного вируса. Да, это тоже частичка какая-то РНК, и при введении в организм оно уже действует как иммуномодулятор. Но там есть свои всё-таки нюансы, как употреблять способ введения и так далее. Это, ну, не совсем так, что взял и всё вперёд. Но как профилактический препарат, например, если вы куда-то летите, и вы хотите как-то себя защитить, вы можете брать, например, есть в конфеточках такие ларифан-конфеткообразные, каплетки такие, да. И, например, или пользоваться губной помадой, или кремом, да, в носик. Даже есть такие формы выпуска? Да, есть и такие формы, которые не являются, значит, формами лекарственными. Они сочетаются как гигиенические формы. Есть и лекарственные, которые вводятся внутримышечно. Но вот такие простые вещи очень эффективны, как профилактика, чтобы не заболеть. Да, можем говорить о том, что вообще-то, конечно, я как-то в одном интервью говорил, что мы не должны бояться ковида, а должны думать о профилактике. То есть думать, как мы будем встречать этот вирус, а не бежать, как страусы от ковида. Что мы делаем, акцент делая на прививке. И сейчас уже о том, что мои коллеги заграничные, и я говорил еще в прошлом году, к сожалению, начинает вырисовываться очень четко. Мне было очень приятно слышать в одной передаче участвовал депутат Скрида и бывший министр Анда Чакша. Ну и в своем разговоре они тоже затронули ковидную тему. И, конечно, приятно было, что они начали признавать, что да, вакцинированный может быть переносчиком вируса, может заболевать сам, и могут быть источником вируса, которым заражается невакцинированный. Так что это приятно, потому что шило в мешке как-то не упрячешь, он все равно будет ранний или поздний. У нас есть звонок, давайте подслушаем. Добрый день, говорите. Доброе утро. Доброе утро. Дмила Борисовна, большое вам спасибо, как всегда, актуально и как всегда, своевременно. И вот ваш замечательный, уважаемый гость, он акцентировал, что своевременно надо обращаться и начинать настоящее лечение. Сколько погибло здоровых людей, просто протянут, время протянут, а потом все, уже не поможешь. У меня, например, соседка была, хирургическая медсестра, и у нее муж умер от крупозного воспаления легких. Так затянули, что потом 9 суток боролись за него в больнице, это в Давгопилсе были, и так и умер молодой совсем мужчина. Она идет в траурном платке черном, а я думала что-то с родителями, что она говорит, ай, вот Стасик умер, вот был удар какой у меня. И все так же по любой болезни, особенно вот легочные заболевания. И большое вам спасибо. И хочу спросить вашего гостя, он, я вижу, такой настоящий ученый, специалист. Вот напомните, как это было, когда в Москве за ночь провакцинировали народ от какой-то там заразы. Я вот уже не помню. Это ОСПа была, да, эпидемия ОСПы, да. Спасибо большое, да. 65-й какой-то год был. Да, да, да. Спасибо. Да, спасибо, да. Ну, понимаете, мы должны понимать разницу, что такое ОСПа и, например, что такое COVID, да, потому что совсем разные вещи. Тогда применялась вакцина, сейчас это препират, содержащий генномодифицированные частицы, да, субстрат. Это нельзя сравнивать, это абсолютно две разные вещи, если мы говорим о вакцинах, да. Надо сказать, к сожалению, о смерти оппоненты обычно, их козырь, чем они оппонируют всегда, а где клинические испытания, что вы можете показать и так далее. Но дело в том, что, чтобы делать клинические испытания, надо большие финансовые ресурсы. Просто так их, вот я пойду в лабораторию, придумаю делать клинические испытания, да, или какие-то там другие. Для этого надо финансовые ресурсы, поэтому на каждом шагу вы не найдете материал клинических каких-то наблюдений, особенно в самом фазе начала, да. Там тревогу начали быть действительно очень серьезные специалисты и ученые, потому что они чисто теоретически понимали, что не все так будет просто с этой инфекцией. Надо сказать, что не надо драматизировать, но, к сожалению, то, что и я говорил, и что мои коллеги, что будут болеть вакцинированные, привитые, это, к сожалению, подтверждается. А на каком основании вы думали, что они будут болеть? Ну, это же было ваше предположение еще до начала массовой цены. Дело в том, что там механизм самого развития иммунитета, да, он так и связан, потому что вакцинированные могут, тогда думали, предполагалось, что могут стать носителями вируса, да. Как это развиваться будет тогда еще не было ясно, но предполагали, и поэтому говорилось, очень надо, ну, с умом подходить к массовым этим вакцинациям, да. Но это не нормально, когда же, даже недавно в прессе просочилась такая, ну, гениальная статья же, где статейка, где указывалось, что вообще-то надо было бы и в троллейбусах, и автобусах начать прививать. Ну, понимаете, да. Бросаться на людей. Мы живем в таком интересном государстве. Мы живем в государстве, где государство готово платить, лишь бы только вы провакцинировались. А и смертность у нас не очень-то хороший показатель показывает, ну, вообще-то заболеваемость, да. А в Швеции, например, и в других странах, там вам надо даже платить за вакцину, чтобы вы могли бы получить вакцину, стоять в очередь. И там люди ходят без масок, свободно живут, и никакой трагедии там не намечается. Я тоже принадлежу к тем, которые все-таки раздувают хистерику насчет ковида, и всякими путями стараются все-таки как-то уговорить народ вакцинироваться. То есть вы считаете, что сейчас происходит нагнетание истерики? Не вы сами ее нагнетаете, а вы считаете, что это происходит? Ну, это так и происходит, потому что, ну, народ, и это не только у нас, это если мы во всем мире смотрим, к сожалению, к сожалению, идея-то сама очень хорошая, да. Но, к сожалению, и это тоже много научных представителей наук и практиков говорили, что невозможно получить, даже теоретически невозможно получить массовый иммунитет, если вирус обладает способностью быстро меняться. Но этого не может быть, потому что тогда надо буквально за одну неделю провакцинировать действительно почти все население планеты, да. Но это нереально. И вирус настолько изменчив, что быстро меняется, что, ну, мы даже теоретически не можем получить этот, так называемый, коллективный иммунитет. Это во-первых. А во-вторых, ну, всегда надо спросить, а где доказательства тому, что именно 70% нужно для этого вируса, чтобы получить коллективный иммунитет? Мы экстраполируем только какие-то наблюдения с других инфекций, например, там, оспы, например, там, чумы, да, где эти 70% важны. Но, а как при этом вирусе, доказательств нету. Это только есть такие предрасположения. Это только есть такие предрасположения. Без научных каких-то доказательств фактически. У нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите, пожалуйста. Добрый день. Я хочу сказать, что все, кто хотел, все вакцинировались, поэтому упал процесс вакцинирования. Но у меня вопрос. Вот в Японии нашли примесь в вакцинах. У меня вопрос к вашему гостю. Он знает, что там за примесь, на что она влияет и вообще? Только в Японии были эти ампулы с примесью? Или они есть в других странах, а там не смотрят? Понятно, хорошо, да. Ну, отвечу дипломатично. Как-то ко мне пришла после вакцинации пациентка, потому что она себя плохо чувствовала. То есть, посвакцинально она себя почувствовала плохо. Но у нас это говорят, что это чистое совпадение. Но слишком много у них этих... После не значит вследствие. Да, после не значит вследствие, но это вследствие, к сожалению. После. Ну, вот. И она сама не показывала, но она говорила, что вот именно другие, две её подруги действительно провели этот эксперимент, и магнит держался к рукой. То, что там есть примеси, конечно, это много уже писалось о содержании вакцин, но всегда это считалось, что это спекулятивно. Ну, насчёт того, что и когда там появилось, а что нет, это трудно сказать. Но там разные теории могут быть. Есть теории, что скандал в Италии разгорелся насчёт того, что для Витперсон есть отдельная вакцина, а для остального населения есть другая вакцина, например. Я думаю, что сегодня не будем подробности рассматривать, там всякие чипы и так далее. Я не хочу это рассматривать, но я могу говорить только одно, что, к сожалению, не буду называть эту вакцину, но графин действительно содержится. И если я не ошибаюсь, они сами и признали, что действительно в их составе есть графин. А графин – это очень интересная вещь, если по поводу вакцинироваться, не вакцинироваться. Графин – это графит в биатомарном состоянии, такие пластиночки, которые обладают способностью служить как отличным… Раздражителем? Нет, он является отличным мессенджером, то есть… На него можно информацию. Почтальоном, который в клетку доставляет информацию. Оказывается, клетка, она сама по себе тоже не дура. Она всякую гадину, там всякие молекулы, там липидные гранулки не будет схватывать, переглатывать просто так. А вот графин – это способствует этому процессу, фагоцитированию. И когда он попадает в клетку, если он встречается с атомарным кислородом, происходит оксидация графина. Он оксид графина получается, и вот эта оксидированная форма графина, она приобретает определенный заряд молекулярный, да, и начинает в себя как пылесос втягивать все, что у него подпадается под руками вокруг, образно говоря. Магнитить начинает в себе, да? И таким образом может быть повреждена молекула ДНК, что приводит к превращению нормальной клетки в злокачественную клетку, в раковую клетку. Это мне рассказывали русские мои коллеги, которые наблюдали такие эксперименты, делали на клеточных культурах, и получили такой результат. И в принципе это была и одна из причин, почему россияне отказались от графина как мессенджера в прививках. Они используют старые вещи, но так они говорили. Значит, надо понимать, что, конечно, попадая в организм, графин, ну просто эффект графина, например, не будет, наверное, не должен быть столь, ну... Значительным. Столь значительным, столь раковым, как говорится, чтобы 50% у нас клеток превращалось в раковые. Но о том, что прививка, как таковая, может вызвать, значит, процесс появления рака, это, да, это описывается. Чем опасны эти вакцины со своими побочками, то это то, что они действуют как иммуностимуляторами в какой-то мере. То есть и такую, ну, например, хроническую инфекцию, которая в организме просто спит, они пробуждают. И у человека показывается, вот, например, обостряется псориаз, который он когда-то успешно погасил, да, разные ремотоидные заболевания, аллергические состояния и рак появляется. Почему? Потому что каждый организм наш содержит определенное количество раковых клеток, с которыми иммунная система как-то справляется. Ну да, это мутации, которые происходят каждый день. Вот такой вот, такой вот, такого агента, раздражителя, он приводит к тому, что пробуждаются эти клетки. И, к сожалению, к сожалению, это действительно так и происходит, потому что я могу сказать, что буквально за последний месяц у меня таких случаев было уже 4 или 5, когда приходят пациенты и жалуются на то, что у них вдруг обнаруживается раковый процесс. У нас очень много звонков, Лаурис. Через какое-то время после вакцинации. Ой, ужасно, ужасно. Давайте послушаем радиослушателей. Добрый день, говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Это преступление делать прививку неопробованной вакциной. Разве можно прививать ослабленных людей? И какое будущее у вакцинированной молодежи? Спасибо. Спасибо. Знаете, это тоже больной вопрос, потому что есть военное время, когда можно применять какое-то, я буду говорить, средство, которое может теоретически помочь выжить. Это единственное оправдание и то, только по согласию. Потому что если мы пропонируем, что мы живем в демократическом обществе, только так, и никаких домыслов, что надо какой-то коллективный иммунитет и так далее, это стоит ниже демократических ценностей. Ну, видите, Лаурис, мы говорим о согласии, конечно, люди идут добровольно, никто насильно не заставляет, но есть понятие информированного согласия, то есть, когда человек полностью осознает риски, которые возможны для него конкретно. Поэтому, например, один из основателей общества врачей Петри Саппинис считает, что вопрос вот таких процедур должен решаться в кабинете семейного врача, но тут мы опять-таки утыкаемся в ваш постулат о том, что только там 10 или 15% семейных врачей действительно соответствуют своему предназначению и в состоянии адекватно оценить состояние больного. Но всё-таки, ну, не больного, а пациента. И при этом, ну, всё равно это хоть какая-то, ну, возможность, ну, человеку здраво посмотреть на ситуацию. Да, вы согласитесь, если мы говорим о столь серьёзном препарате, это препарат лакцина противокевидная, да, где сам производитель, кстати, вот мне интересно, кто читал инструкцию о применении ковидной, который прививался, там же всё написано, что она не исследована, что могут быть всякие побочки и так далее, и так далее, да. Вот кто читал эту инструкцию перед тем, как он вакцинировался? Люди доверяют своим врачам. Ну, или пропаганде, потому что врачам не ходят перед тем, что... Ну, пропаганда, но дело в том, что вакцинацией должен заниматься только врач. Понимаете, когда мы идём в какие-то мистические места вакцинации, когда у нас нету, значит, военной ситуации, когда, я не понимаю, почему стоят военные, военные стоят перед входом и дежурят в эти вакционные пункты. Почему? Что им делать другого, что нечего? И дело в том, что, ну, эти вещи, как бы это бы не было, но, к сожалению, есть осложнения. Они появляются раньше или позже после вакцинации. И об этом народ знает, мы знаем, среди медиков, к сожалению, тоже медики, это не исключение, они тоже подпадают под удар побочек. Но это должно делаться только при наблюдении, под наблюдением врача, только с медперсоналом. Вот такой случай попадает, значит, мужчина молодой попадает в одну больницу, он получил травму. Ему врач, ну, говорит, придётся идти вам на больничный. Нет, нет, ни в коем разе. Я должен идти на работу, хоть на костылях. А где вы работаете? А я работаю в приюмочном пункте. А у вас что, за образование? Ну, я вообще-то парикмахер. Но нам хорошо платят. Это одна сцена из жизни. Ладно, у нас есть ещё звонки, давайте послушаем. Добрый день, говорите. Добрый день. Редко, конечно, сегодня на нашем радиотелевидении услышлю судного и, главное, честного специалиста. У меня очень короткий вопрос. У меня болезнь Бехтерева. Как вы считаете, должен ли я прививаться? Спасибо. Но если в пространстве между вашими ушами, которые находятся, есть что-то, которое не называется сквозняком, тогда, наверное, не надо прививаться. Но так, образно говоря, я буду говорить. Потому что прививаться, понимаете, можно, но по своему, как говорится, парлице, по своему убеждению. Если вы считаете, что нужно верить науке с одной стороны, значит, по одной стороне науки берега, тогда, конечно, вы можете прививаться. Я представляю другую сторону науки, другой берег, который говорит, что не нужно. Потому что всегда надо понимать, какой эффект вы получите от вакцины. Если говорят, что прививание снижает летальные исходы или тяжелые тяжесть заболеваний, ну, я вам отвечу, например, статистикой по Дании. Где были привиты примерно около 70, выше 70%. Прошло некоторое время, начали регистрировать уж слишком, ну, такой... Высокий уровень заболевания. ...в глаза бросающиеся случаи смертности после вакцинации. Это кончилось тем, что в Копенхагене вышел народ погулять, и государство сразу выдало статистику. Оказывается, что там смертность после вакцинации в течение 306 дней увеличилась там, но, я не знаю, очень много увеличилась. Значительно увеличилась. А смертность от... Там смертность около 3000 с чем-то была, да. А смертность от ковида была 200 с чем-то. Ну, если там интересует кого-то точные цифры, это потом я могу дать. Просто я сейчас не держу в голове. Ну, факт как таковой, да. Ну, вот я хочу сказать, что буквально пару дней назад наш главный специалист по ковиду Уга Думпис сказал, что по их какому-то исследованию обнаружилось, что людей, у которых есть антитела, гораздо больше, чем они предполагали. То есть он оценивает эту цифру в 20-25% населения. И этих людей, у которых анализ крови показывает антитела, ну, их никак не учитывали. Их сейчас тоже, ну, как бы не считают достойными там какого-то ковид-пасса или еще чего-либо. Вот как вы можете объяснить, что человек не имел, ну, может быть, какой-то клинической картины никакой, не чувствовал дискомфорта, не чувствовал, ну, может быть, какие-то минимальные проявления были. И он не предполагал даже, что у него может быть вот это соприкосновение с этим опасным вирусом, а анализ крови потом показывает, что такие соприкосновения были, и что организм ответил, он выработал антитела к этому агенту чужеродному, и он защищен. И как вы оцениваете еще, ну, предположение, которое высказывалось публично, что только полгода после перенесенной болезни человек сохраняет иммунитет, так ли это? Мы тут задали вопросы прямо под корень, как говорится, руби. Это мне нравится, это тема, о которой я сказал. Ну, вы сказали, наш великий специалист, я посмотрел диссертацию, которую он защищал, он велик был по B-капатиту, распространение по вертикали к какой-то там африканской стране когда-то делал. Но, наверное, он вырос сейчас, и по ковиду, большой специалист у нас. Дело в том, что и тут мы встречаемся с какой-то странностью наших больших специалистов. Кстати, советую вам прочитать стенограмму, как они обсуждали, как будем прививать наших детей, тот тон разговора, который они вели, эти специалисты. Я думаю, что 18 число надо запомнить. Я отвечаю. Значит так, у меня была специальная пациентка из Австрии. Она проводила в средне тяжелом форме ковид, но лечилась, как лечилась. Она из Латвии, там работает. Заразили ее медики, кстати. Но там ситуация такая, что если у человека имеется определенный уровень антител, то он не подвергается к просьбе вакцинации. Он имеет те же права, которые имеют и все другие члены общества вакцинированные. И в раз в три месяца рекомендуется повторять мониторинг антител. Все, вопрос решен. Там ходят без масок, без всяких ограничений. Можно в кафе внутрь и не внутрь, внешне сидеть. Все происходит, экономика растет и так далее. Даже теоретически нет никакого обоснования говорить, что иммунитет держится полгода. Какие-то исследования. Вот покажите мне, я знаю эту берду печатную. Сейчас я читал другое, еще не опубликованное. Но в публикации, поданной статью, где рассматривает тоже американская работа, где говорится о том, что именно переболевших иммунитет сохраняется долгим и сильным. А по сравнению с вакцинированными. И там даже сравнивается, например, какой иммунитет у человека, если он получил одну вакцину, если он две вакцины и так далее. У нас все теоретически. Были случаи, тоже в моей практике, тоже из практики говоря, когда человек получал полный курс вакцинации, и он получает этот ковидный паспорт. Но антител у него по нулям. Как это можно оправдать тогда? Значит, фактически он-то незащищенный, но имеет все права, привилегии вакцинированного. Чем он лучше меня, который не вакцинированный? Вот чисто иммунологически. Да, чисто теоретически. Значит, это уже теоретически подводит абсурду эти вакционные паспорты. Кстати, буквально последние дни появляются публикации, что многие государства будут отменять эти все ковидные паспорта, будут отменяться требования носить маски и так далее. Значит, это во-первых. Во-вторых, вы можете повредить пациенту, сильно нанести повреждения чисто, значит, здоровья, вакцинировая его с имеющимися антителами. Это кто придумал, кто из этих семи так называемых или сколько их там наших светил иммунологических придумал, что так надо делать? У нас все только акцентируется на вакцину. У нас ничего другого нет. Но я извиняюсь, но Аустрия там действительно, кто знает этих людей в научном кругу? Никто их не знает. Их фамилии имеют значение ровно ноля. Аустрия, извиняюсь, там очень сильная иммунологическая школа. Так почему там? Можно? Может человек иметь антитела и не колоться, иметь все приведения леги? А у нас только привитые. Вопрос большой. Да. Вот, к сожалению, время нашей передачи уже подошло к концу. Неужели? Да, уже неужели. Поэтому мы должны попрощаться с радиослужителями. Напомнить, что запись этой программы велась на Фейсбуке в прямом эфире. Вы сможете ее пересмотреть. Потом через несколько дней она появится на Ютубе. В гостях у нас был Лаурис Лицитис, клинический иммунолог, человек, который всю жизнь занимается иммунологией. И он разъяснял механизмы человеческого иммунитета и то, как он, соприкасаясь с модной сегодня инфекцией, может на нее реагировать, бороться с ней. И чем в этом могут помочь квалифицированные врачи. Спасибо, Лаурис, за участие. Программу провела Людмила Прибыльская, звукорежиссер студии, Родион Золотарев. Всего доброго.